Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 20 по 26 мая 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 161 сообщение о происшествиях, из них 9 преступлений, 7 из которых раскрыто в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 35 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении пяти мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. В период с 15 мая по 14 июня 2019 года на территории Ненецкого автономного округа проводится профилактическое мероприятие «Мошенник» с целью предупреждения о совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств, дистанционным способом у населения округа. 21 мая 2019 года в Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу состоялся смотр служебного автотранспорта с целью проверки документации технического состояния и внешнего вида автомобилей, закрепленных за стражами порядка. В ходе смотра начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу полковник полиции Олег Яковлев проверил и оценил работу транспортных средств, состоящих на вооружении управления. По результатам акцентировал внимание сотрудников, закрепленных за служебными автомобилями, на соблюдение правил дорожного движения и на устранение недостатков, выявленных в ходе смотра. 22 и 23 мая 2019 года 8-летний мальчик совершил хищение двух велосипедов с территории школ города Наринмара. А 25 мая 2019 года на улице Оленной девочка 6 лет похитила детский самокат. В настоящее время отделом по делам несовершеннолетних Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу проводится проверка по данным фактам. Ведется профилактическая работа с детьми и их семьями с целью предотвращения в дальнейшем противоправного поведения со стороны этих несовершеннолетних. В связи с произошедшими кражами сотрудники полиции призывают родителей разъяснять своим детям, что чужое имущество брать нельзя без разрешения его владельца. А жители Ненецкого автономного округа ответственно относиться к сохранности своего имущества. Не оставляйте велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните его, даже если оставляете на одну минуту. Примыкайте велосипед за колесо и раму. Если трос позволяет, то за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование. Привлекательность такого разукомплектованного велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть. Помните, что лестничная площадка даже закрытая. Не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут. Также, чтобы обезопасить свое имущество от воров, нанесите индивидуальные метки на крупных деталях в недоступных местах, которые будут известны только вам. Храните документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы, как правило, выбить снизу на кареточном узле рамы. Это значительно поможет в поиске велосипеда при его краже и поможет доказать вашу собственность. Сотрудники окружной госавтоинспекции совместно с детьми детского сада «Аннушка» города Наринмара поддержали социальную кампанию «Сохрани жизнь, выскажись», которая проходила в рамках глобальной недели безопасности дорожного движения, призывающая к повышению безопасности дорожного движения и сохранению жизни. На практическом занятии ребята рассуждали о том, как с помощью органов чувств человек может определить опасность на дороге. Затем ребята познакомились с важными для пешеходов дорожными знаками, а в завершение состоялась пешая экскурсия к ближайшему перекрестку. Сотрудники госавтоинспекции Ненецкого автономного округа, воспитатели и дети детского сада «Аннушка» призывают участников дорожного движения поддержать важное международное начинание, направленное на предотвращение дорожной аварийности и сохранение жизни и здоровья людей. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период времени с 2 октября 2016 года по 21 января 2019 года директор Государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа систематически получал взятки в виде денежных средств в общей сумме 630 тысяч рублей за преимущественное заключение государственных контрактов и гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению пиротехнического шоу в Наринмаре. 22 мая 2019 года Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении директора Государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получения должностным лицом взятки в крупном размере, его знакомого по пункту В части 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, посредничество во взяточничестве и в отношении генерального директора коммерческой организации по пункту В части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, дача взятки в крупном размере. Взятка получатель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. В целях предупреждения и предотвращения совершения преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, с гражданами, проходящими курс оздоровительных процедур в Комплексном центре социального обслуживания, 21 мая проведена профилактическая беседа, направленная на противодействие мошенничеству и вопросам профилактики данных преступлений, совершаемых в отношении граждан. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали о самых распространенных фактах мошеннических действий на территории округа и о действиях, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвами телефонных аферистов. В настоящее время самыми распространенными способами хищения денежных средств у жителей округа по-прежнему являются мошенничества, совершенные дистанционным путем. Например, рекламные объявления на интернет-сайтах, в социальных сетях и путем размещения в сети сайтов-двойников. Мошенники продолжают рассылать на телефоны граждан ссылки, содержащие в себе вирусы, поражающие операционную систему смартфонов и предоставляющие злоумышленникам доступ к данным о подключенных к сим-карте услугах, хранящемся на устройстве паролях и иным персональным данным. Кроме того, полицейские акцентировали внимание граждан на внимательность и бдительность при приобретении недорогих товаров с рук, а также избегать общения с незнакомыми людьми по телефону и в сети интернет. В завершение встречи гражданам продемонстрированы видеосюжеты, подготовленные сотрудниками группы информации и общественных связей Управления МВД, совместно с журналистами Ненецкого автономного округа и гражданами, пострадавшими от мошеннических действий. Сотрудники Управления МВД России по Ненецкому автономному округу обращаются к родителям, а также законным представителям несовершеннолетних с просьбой обратить наиболее пристальное внимание на безопасность детей в преддверии летних каникул. Многие родители, отправляя ребенка в летний лагерь, опасаются за его безопасность. Это естественно, отрывать малыша от семьи и родительского надзора на несколько недель не так уж просто. Как и полагается, вселетние детские оздоровительные учреждения оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности отдыхающих. Но все же родителям необходимо убедиться, что в выбранном для отдыха ребенка лагере опасность отсутствует. Дети ни на секунду не должны быть предоставлены самим себе и всегда быть под надзором педагогов, воспитателей и вожаток. Полноценное питание, комфортабельные условия, проживание, веселые мероприятия, игры и конкурсы должны заполнять детский досуг. А если ребенок на все лето остается дома, то с ним необходимо проводить профилактические беседы. Родителям необходимо напомнить детям о том, что недопустимо нахождение детей в период каникул с 23 до 6 часов на улице без сопровождения взрослых. Также следует напомнить школьникам о правилах дорожного движения и о соблюдении мер противопожарной безопасности. Уважаемые родители, при возникновении вопросов и сомнений в области обеспечения безопасности детей на отдыхе, вы можете сообщить руководству детского оздоровительного учреждения о при наличии непринятых мер и имеющихся недостатках в обеспечении детской безопасности проинформировать сотрудников Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу по абонентским номерам 02-421-26 дежурная часть управления, 454-83 и 454-82 отдел по делам несовершеннолетних, а также телефон доверия Управлением ВД России по Ненецкому автономному округу 4-21-52. На сайте МВД России идет итоговое голосование за участников Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2019». Ежегодный конкурс «Полицейский дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей с 2013 года и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России. Голосование продлится до 12 часов 31 мая на сайте МВД России. Объявление результатов будет приурочено к Международному дню защиты детей. От нашего округа в конкурсе участвует работа под названием «Праздничная встреча», выполненная из фетра, пористой резины, пуговиц, тесьмы и проволоки. Над поделкой работали шестилетние воспитанники Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр семейного устройства «Наш дом». Давайте дружно поддержим и проголосуем за них на сайте МВД России. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.